Итак, у нас эксперимент, связанный с разговором про программирование на питоне, то есть упор в наших лекциях будет именно про алгоритмистику, про то, как программировать, и про сопутствующие с этим деятельности. Вот, этот эксперимент связан с тем, что меня попросили почитать спецкурс для геологического факультета Московского государственного университета, точнее для кафедры геофизики, геохимии, экономики, полезных ископаемых. Кажется так, возможно, я что-то переврал. Ну, в общем, при этом, почему я согласился и что нас ждет, я как раз в течение лекции рассказал. Надо сказать, что с начинающими детьми я работал, занимался программированием и информатикой. С 1987 года я работал в вечерней математической школе, потому что некоторый опыт, так сказать, программирования для начинающих, преподавания у меня есть. Вот. Где-то лет 5-7 назад у меня просто перестало хватать на это время, что очень обидно. И мои, значит, скиллы по разговору с действительно начинающими стали потихонечку приходить в запустение. Именно поэтому я согласился на этот спецкурс, я хочу это дело обновить. Значит, мне нужно, как моя цель в этом курсе, составить некоторый скелет того, как человек мотивированный, но по тем или иным причинам в программирование не вошедший, может туда войти с какими-то достаточными для себя навыками. Я рассчитываю на слушателей, у которых примерно такая же мотивация. То есть на людей, которые по каким-то причинам в информатику, в программирование не вошли, но им это надо, и они готовы за это немножко пострадать или, вернее, побороться. Понятное дело, что в такой форме мы с вами не изучим весь язык программирования питом, потому что он еле-еле умещается в пятый семестр. То есть в спецкурс, в кафедральный курс третьего курса. У нас параллельно сейчас идёт. Так что те из вас, кто пришёл сюда, но понимают, что он, в общем, продвинутый, милости просим, в соседнее окошечко, он по понедельникам этот курс. Но, с другой стороны, одна из моих задач – это как-то сбалансировать вот это подмножество языка питом, которое мы в результате выучим. Потому что, понятное дело, что любой профессиональный язык программирования, он хороший-красив тогда, когда вы узнаете целиком. Вот что именно в питоне мы всё ещё не будем знать под конец этого семестра. Вопрос сложный, и это вот надо будет мне решить по дороге. Вот. Я не обещаю, но у меня есть такое желание, чтобы под конец вот этого нашего курса, как минимум алгоритмическое мышление у тех из слушателей, кто будет всё делать и у кого нету врождённой неспособности к этому безобразию, вот, встало на правильный русский. Вот. Примерно в такую сторону хочется глядеть. При этом, если, допустим, кафедра сформулирует какие-то конкретные требования по каким-то там, не знаю, инструментам, которые им там нужны, вот, потому что в действительности, понятное дело, любому не программисту, в первую очередь, нужно осваивать инструменты, да. Он потом осваивает программирование, потому что у него нет выхода. Нужных инструментов нет, их надо писать. Писать, значит, программировать. Ну, вот, так люди становятся программистами против своей воли, да. Но если какие-то инструменты есть, то, возможно, я про них тоже смогу рассказать. Такое положение дел предопределяет следующую иерархию, как бы, ценностей у нас с вами. Если человек начинающий, это норм, потому что сам цикл задуман именно для этого. Вот. Если человек, как бы, не вошел в программирование, потому что у него с этим трудности, я очень надеюсь на обратную связь. У нас есть специальный чатик в Телеграме для общения. Там полным-полно людей, которых хорошо знают Питон. Вот, я, как бы, они с пониманием относятся к вопросам людей, которые, значит, совсем новички в программировании и задают, как бы, вопросы совершенно наивные. Вот. Зато их там много, и все могут объяснить, да. Значит, я очень надеюсь на обратную связь. Если у кого-то из здесь присутствующих будут какие-то трудности, эти трудности надо будет разрешать. Единственное, с чем я не могу побороться с этой стороны, значит, ваших голубых экранов, это с нежеланием чего-то такое выучивать, нежеланием напрягаться, нежеланием, значит, вставать на этот самый путь. Ну, тут уж ничего не попишешь. Я не обещаю, что от просмотра, значит, или прослушивания лекции у вас сразу какой-то орган заработает. Этого не будет. А он, по-моему, есть, знаете, он есть в описании. Чего, нету? Окей. Следующий, как бы, как только закончу лекцию, я ее туда допишу, ладно? Ссылка на чатик. Прямо сейчас все равно туда ходить не надо, потому что у нас лекция. Вот. Да. Значит, прежде чем мы начнем, я совершенно неожиданно для себя сформулировал три принципа, которые мне больше напоминают доиски иконы, потому что они противоречивые эти принципы. Три принципа, согласно которым, на мой взгляд, должно быть устроено обучение, в частности, программирование. Да? Принцип первый. Никогда не живите с непониманием. То есть, если вы, вам особенно преподаватель, что-то такое предложил, и что-то из его речи, материалов непонятно, доставайте преподавателя, доставайте себя, напрягайтесь, но переходите в такое жизненное положение, в котором все, что предложено вашему вниманию, доступно вашему пониманию. То есть, или вы про это просто не знаете, потому что вот жизнь вас не столкнула вообще с предметом. А если уж ваша жизнь столкнула с предметом, там, не знаю, с каким-нибудь свойством языка программирования питона, вы должны про это понимать. Не живите с непониманием, потому что быть осведомленным, но при этом не понимать, что происходит, это хуже всего. Более того, ваши коллеги, ваш преподаватель, ваши домашние задания будут предполагать, что вы знаете, понимаете то, о чем там идет. Тем не менее, в чем, собственно, аппарадоксальность Коана? Тут написано, что лучше не знать, чем не понимать. Но, тем не менее, если вы хорошо представляете себе ту область, в которой вы разбираетесь, и хорошо представляете себе, где начинается та область, в которой вы не разбираетесь, это еще лучше, потому что тогда у вас будет хотя бы путь понимать, в какую сторону идти, для того, чтобы ваше знание увеличивать. То есть, конечно, хорошо не иметь представления о, не знаю, допустим, рекурсивных функциях, но гораздо лучше понимать, что вот с рекурсией я еще не разбирался. Это такая область, которая, возможно, мне нужна. Я знаю о ее существовании, но я с ней еще не связался. Я чувствую себя непонимающим здесь, и, возможно, мне нужно в это место влезть и потрениться. Это лучше. Это первый принцип, первый Коанн. Второй Коанн, он связан с нерешительным молчанием. Люди очень часто, особенно после школы, боятся задавать вопросы, потому что в очень многих случаях в школе приучили, что если человек задает вопрос, значит, он тупой и не понимает. В действительности все строго наоборот. Тупые и непонимающие вопросов не задают. А еще не задают вопросов те, которые не мотивированы, которым неинтересны. Если человек задает вопрос, ему как минимум не безразлична та тема, относительно которой происходит разговор. Поэтому в любом случае лучше спросить, чем промолчать. Но парадоксальность Коанна состоит в том, что сначала надо попытаться разобраться самому. То есть надо сначала на свой собственный вопрос попытаться ответить путем чтения документации, опытных экспериментов, вот этого всего. И только если вы чувствуете, что ваших познавательных усилий не хватает для того, чтобы ответить на вопрос, задавайте вопрос. То есть с одной стороны я призываю сначала разбираться, но с другой стороны я призываю, что если вы не разобрались, если вам не хватает сил, опыта или еще чего-то, не молчать, потому что иначе вы провалитесь на дно вот этого лучше. Ну и третий пункт. Лучше всегда пробовать, чем не пробовать. Это очень важный пункт. Лучше пробовать, чем не пробовать. Это очень важный пункт любого практического освоения. Если вы ничего не делаете, то точно ничего не сдвинется с места. Если вы пробуете и ошибаетесь, то по крайней мере вы накапливаете экспириенс. Но парадоксальность КОНа состоит в том, что по-хорошему сначала нужно попробовать понять, прочесть документацию, прийти к какому-то для себя выводу, а потом пробовать, правильный или неправильный этот вывод. То есть, вот снова, если вы ошиблись и на этом основании перестали пытаться что-то сделать, это хуже всего. Но если вы не пытаетесь сделать какие-то выводы, не пытаетесь обдумать свои действия, а просто пробуйте все подряд, это, в общем, тоже не самый эффективный способ по-своему. Хотя пальчики ваши вы, наверное, тренируетесь. Вот такой призыв к нашему отношению к тому, что у нас будет получаться в будущем. Поскольку у нас речь пойдет, с одной стороны, чисто о программировании, но с другой стороны, вот у нас лекция сегодня называется «Что такое программирование?» И в действительности ответа, сразу забегая вперед, спойлер ответа на этот вопрос удовлетворительного. Я вам не дам, потому что программирование – это такое искусство. Вон Кнут написал, Дональд Кнут написал 4 сейчас уже таких толстяных томов под названием, или 5, под названием «Искусство программирования». Ну вот, да, кто я такой, чтобы отвечать на этот вопрос за одну лекцию, а не за 5 томов. Но если относиться к вопросу формально, то программирование – это процесс составления программ. Капитан Очевидность пишет на помощь и говорит, что программировать – это когда программы пишут. А процесс составления программ состоит как бы из двух, ну на самом деле из трех, есть еще разработка, но про разработку мы говорим не здесь, а в других курсах, которые у меня тоже есть. Допустим, все-таки это чисто программирование. Состоит из двух сторон. С одной стороны программирование – это реализация алгоритма на знакомом вам языке программирования. То есть вы умеете составлять алгоритм в голове, вы умеете его выразить в термах того языка программирования, который вы знаете, и, соответственно, применяете его. Ну, алгоритмы и структуры данных, на самом деле. А с другой стороны программирование – это такой рабочий процесс, в течение которого вы не просто составляете этот алгоритм и пишете программу на языке, но еще и как-то с этой программой взаимодействуете, отлаживаете ее, делаете какие-то выводы из ее неправильной работы. Короче говоря, практика такая. Вот с этих двух сторон мы и будем подходить к программированию вообще. Хотя, конечно, алгоритмистика для нас первичная. Тут Илья Ша в чатике подсказывает, что правильный вопрос уже половина ответа. Неправильные вопросы тоже можно задавать. Я иногда делаю козью морду и начинаю говорить, я вас не понимаю, намекая на то, что вопрос неправильный. Ну, я обязательно скажу, что именно я не понимаю. Учиться задавать вопросы – это тоже хороший навык. Возможно, лучший из всех остальных, самый такой софт-скил из всех софт-скиллов – правильно задавать вопросы. Такие дела. Поэтому, прежде чем мы с вами поговорим о питоне и о программировании как об искусстве составления алгоритмов, немножко, совсем чуть-чуть, разберемся с ее, так сказать, составной практики. Почему я сделал сегодня отступление как раз в сторону операционных систем и в сторону вообще тех сущностей, из которых будет состоять наше будущее программирование? Потому что мне очень важно, особенно работая с людьми, которые ассоциируют себя с начинающими, особенно работать с людьми, которые ассоциируют себя с начинающими после того, как они там, не знаю, побывали в школе, в которой, вообще говоря, формально программирование было, да? Очень важно побороть большое количество мифологических представлений о том, что вот это ваше программирование такое, да? Ну, есть, например, у людей такой лингвистический миф. Они считают, что программирование – это когда ты говоришь какие-то слова, а машина их понимает и все делает. У людей есть представление, что программирование – это такая штука, сопряженная с очень большим количеством каких-то сложных абстракций. И программист – это такой человек с вот такенной головой, в которой эти абстракции постоянно бурлят, а потом он их в непонятном виде как-то впрыскивает в компьютер, и они работают. И еще много всяких есть других менее опасных мифов в головах у людей, поэтому мне хочется как-то демифилогизировать весь этот процесс. Вот тут уже речь заходила об операционных системах. Вот и я тоже немножко поговорю о операционных системах. Нет, это немножко про другое. Нейролингвистическое программирование – это все-таки про такой способ манипуляции человеком. Мы сейчас… А хотя… А мы про обратный способ деманипуляции. Вот. Значит, почему о операционных системах? Потому что я, как специалист как раз в области Linux, очень часто буду считать, чисто на интуитивном уровне, буду считать очевидными какие-то примеры, которые в действительности там для людей, привыкших давить на разноцветные кнопочки, совершенно не очевидны. Вот. И я понимаю, что там за те 10 минут, которые я хочу посвятить, или 15 минут, хочу посвятить операционным системам, я вот эту мифологию, конечно, не перевоспитаю. Но люди, которые все это смотрят, должны понимать, почему, исходя из каких установок, мои примеры такие, а не там вот. Давайте нажмем на кнопочку, поставим галочку, посидим на попе, подождем, когда все само сработает. Вот. Если говорить на пальцах, операционная система, любая, любая операционная система, с которой мы работаем, за исключением всяких нишевых, вот, типа, распределенных, облачных, там, не знаю, операционная система реального времени и так дальше, вот, любая операционная система общего назначения устроена примерно одинаково. У нее есть некое ядро операционной системы, которая в основном занимается такими вещами, ну, всякими ограничениями, предоставлениями доступа, честным планированием, честной раздачей ресурсов, например, честной раздачей процессорного времени, и вот, 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 всем таким, вот, чтобы потом, когда на основании этого ядра будут запущены всякие другие программы, эти программы могли вместе работать и друг другу не мешать. Вот. Как там определение операционной системы? Унификация, разделение и журнализация использования системных ресурсов. Вот, ну, учет, да? Унификация, разделение и учет использования системных ресурсов, разделение доступа. Вот, собственно, все определение, да? Там, машинное время, да, поделить между разными приложеньками. Там, доступ, не знаю, к сети, организовать таким образом, чтобы все приложеньки одновременно могли это сделать, да? А еще сделать так, чтобы одна приложенька не смогла убить все остальные, и чтобы они все вместе работали, то есть, устраивать разделение доступа. Ну, и так дальше. Вот. Значит, ядро при этом принимает критические решения по, вот, унификации учета и разделения, а все вокруг программы запущенные, они этим пользуются. То есть, операционная система, которую вы видите, неважно какая, это именно это. Скажем, Линукс вообще назван по имени ядра. На самом деле, Линуксом называется ядро, а не операционная система. Операционная система называется, там, Убунту, там, Федора, альтрабочая станция какая-нибудь наша. Ну, вот так вот называется операционная система. В этом смысле большой разницы между приложением и компонентом-приложением операционной системы нет. Вокруг ядра постоянно работают какие-то программки, которые позволяют вам пользоваться операционной системой, а некоторые программки выпуск запускаете самостоятельно. И тут мы подбираемся, собственно, к той теме, ради которой я все это затеял, что программы, вот те самые программы, которые организуют операционную систему, Python, вами написанные программы, это просто файлы, которые лежат у вас на вашем диске и больше ничего. Все программы, которые запущены в вашей операционной системе, это просто файлы. Вот. То есть, пример примерно такой. Сейчас я попробую запустить какой-нибудь браузер, этот самый. Нет. Вот. Тут видно что-нибудь? Видно. Где у нас... Во! Плохо видно. Иконок не видать. Я иконки не поставил. Ты уж никогда этим не пользовался. А чем еще можно пользоваться? Ну вот. Обидно. Досадно. Ну ладно, сейчас попробуем. Кого еще поставить-то? Кайки у меня нет. Ну ладно. В общем, это не очень важно. Любой... Смотрите. Даже если вот так вот сделать. Да. Вот, пожалуйста, обозреватель операционной системы. Да. Вот. Вся операционная система в Linux вообще... В смысле файлы системы устроена так. У него в корне есть несколько подкаталогов. В некоторых из них лежат программы. В некоторых из них лежат дополнительные библиотеки. В некоторых из них лежат ваши файлы и так далее. В любой операционной системе это так. Linux отличается от какого-нибудь Windows или там MacOS отличается от какого-нибудь Windows только тем, что в Windows еще есть какие-то имена дисков. А в Linux и MacOS таких вещей нет. Вот. В частности, в каталоге BIN, например, лежит дикая туча программ. Вот. И это прям программы. Просто в каталоге BIN лежат программы те самые, которые мы можем запустить. Вот. Значит, да. Еще больше тут их, видите, вот столько, а еще больше лежат в каталоге USR BIN. Сейчас покажу, потому что там оттуда мы сейчас что-нибудь запустим. Значит, USR BIN. Вот USR BIN. Тут их вообще, видите, он сколько думал, прежде чем их вот, 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 вот их тут. Овер до хрена. Да. При этом, обратите внимание на то, что я сейчас могу любую из этих программ просто тупо запустить. Ну, не знаю. Сейчас найду какую-нибудь, которая будет видно при запуске. Вот. Где она тут? Где-то в конце должна быть. Да? XR Chiver. Есть тут такая? Давайте по имени. Есть, есть, есть. Вот она. Вот. Смотрите. Мы ее прям просто запускаем вот в этом, в навигаторе. Ну, она запускается. Это какой-то, блин. Он тут не запускается, не здесь. Вот. Эту же программу, ну, сейчас, ладно, давайте, не будем извращаться. Эту же программу я могу запустить с командной строки, там же. usr, shari, xR Chiver. Ну, именно, shari, bin. Bin, xR Chiver. Вот она. Вот. То есть, совершенно не важно, да? Вот более того, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, например, список всех программ, которые запущены в моей операционной системе. Их тут много. Вот. Да? Некоторые из них понятно, что делают, некоторые непонятно, что делают. Вон, питом там что-то делает, видите? Я даже знаю, что он делает. Он поддерживает вот эту иконку с блютусом. Он, видите, рисует эту иконку с блютусом, управляет блютусным. Программа на нем написана, управляет блютусным каналом. Вот. То есть, на самом деле, операционные системы – это просто много запущенных программ, которые что-то там делают. Вот. Почему я про это говорю? Потому что мы с вами привыкли запускать программы, вот, это вы привыкли, я, видите, как видите, не очень привык. Запускать программы прямо оттуда, вот, из навигатора, который показывает вам дерево файла системы в виде дерева. Ну, все-таки давайте запущим хоть что-нибудь. Сейчас. Вот. Да. Там, где Vsr, bin-то у нас. Vsr. Bin. Вот. И это самое. Vsr. Где там по имени. Как было сказано, xarchiver. Вот он. И xarchiver. Ну, чтобы было понятно, что это одно и то же. А то я пообещал, и мне не получилось. Вот он, да? Ну, вот он также запускается. Но только это долго. Почему, собственно, я настаиваю на том, что вся эта командная строка, это, как бы, для меня проще и проще показывать. Потому что, видите, сколько я тут шарил? Видите, сколько текста на экране лишнего? А для того, чтобы запустить пресловутый xarchiver, нужно всего лишь вот так написать. Вот он запустился. Я вам даже больше скажу. Поскольку он уже в стандартном каталоге srbin, я вообще могу написать вот так, и все будет хорошо. Вот. Значит, некоторые программы постоянно присутствуют в памяти, как те, которые мы вот только что видели. Вот они. Некоторые программы запускаются и останавливаются. В частности, те программы, которые мы будем писать, они будут запускаться и останавливаться. В чатике у нас тут Рушен говорит, что у него сестра учится на втором курсе химфака МГУ. Вот. И хочет поучиться питону. Можно ли ей приходить на наш спецкурс? Конечно, можно. Скорее всего, ради нее подобного рода спецкурсы затеянут. Значит, я сразу хочу сказать, что это обучение с нуля. То есть, если она там достаточно хорошо там знает один-два языка программирования, то лучше ей приходить на другой спецкурс, который в МКшный. Вот. Возможно, ей там будет интереснее, чем нам тут. Но если это именно ситуация, когда люди, которые программировать-то не умеют, а питоном пользоваться вынуждены и хотят научиться в программировании, то это, конечно, к нам. Обратите внимание вот на что. Ну, я тут вам продемонстрировал сейчас такую абстракцию, которая называется интерфейс командной строки. Вот. То есть, я открыл какой-то окошко, в котором в текстовом виде мне присылают какие-то тексты, а я в ответ тоже какие-то тексты пишу, и эти тексты оказываются командами системы. Ну, вот, например, я запустил питончик. Вот. Это интерпретатор языка программирования питон, с которым мы будем иметь дело весь оставшийся семестр. Он тоже умеет выполнять какие-то команды. Ну, например, вот это он не считает командой, а вот это он считает командой. Да? И вот это он считает командой. Вот. Вот это вот, вот такая подсказка, если есть у меня на экране. Это командный интерпретатор самого Linux. Вот. Он тоже очень много считает командами. Например, все программы он считает своими командами. Видите, я питон запустил, могу запустить там, не знаю, что-нибудь еще. Могу он индексировать. Ну, короче, все что угодно можно спустить отсюда. Ну, вот, например, программа, которая показывает увеличенный кусочек экрана. Да? Называется XMAG. Запускается тоже с командной строки. Ну, или там с какого-то имени. Вот. Во, я вспомнил. Мы же привыкли еще запускать программы из такой кнопочки пуск. Ща. Во. Ща мы сюда добавим запуск приложений. Нет, не запуск приложений, а меню приложений. Во. Да? Вот это пускай будет кнопочка пуск. Вот. И вот, пожалуйста, мы выбираем там какую-нибудь разработку. Какой-нибудь айдл. Вон, нам запускается питоновский этот самый айдл. Или мы выбираем какой-нибудь, там, не знаю, мультимедия. Выбираем какой-нибудь проигрыватель. Дэдбиф, например. Вот запускается дэдбиф. Да? Проигрыватель. Ну, вот. Вот еще один вариант запуска программы, когда они все зарегистрированы где-то в меню. И мы их запускаем через меню. В действительности, в действительности и то, и другое, и третье, запуск через меню, запуск файла, который лежит в вашей файлосистеме, через проводник, или запуск этого файла непосредственно из командной строки. И это вообще одно и то же. Чтобы вас не пугало, когда я буду что-то запускать из командной строки. Вот. Теперь. Питончик мы запустили. Вот. Идея интерпретатора командной строки. Это текстовый диалог пользователей компьютера. Ну, точнее, той программы, с которой он общается. То есть, пользователь дает компьютеру команды какие-нибудь, а компьютер их выполняет. Таких интерпретаторов командной строки, на самом деле, чертова прорва. Вот. Самый известный из них, это как раз командная оболочка в Linux-системах, ну и Unix-подобных системах. Кстати, в Windows такая тоже есть. Называется CMD. Еще есть PowerShell. Очень крутой. В Windows. Означается интерпретатор командной строки. Помимо, допустим, Shell, есть всякие, ну, страшно ужасные штуки. Ну, например, смотрите, есть команда календарь в Linux-се. Можно создать файл вот таким вот образом, под названием o. Вот. Давайте посмотрим на него, да, там. Вот. Ну, в нем календарь лежит, как видите. Вот. А можно этот файл отредактировать текстовым редактором, и я специально запущу ужасный текстовый редактор, которому, наверное, лет 50, если, ну, может быть, чуть меньше. Вот. А может и больше, который является интерпретатором командной строки. Вот что он пишет? 190 строчек в нашем файле. А где файл-то? Ну, я же это редактор. А это специальный построчный редактор. Например, мы можем написать первая строчка. Он говорит, первая строчка – это сентябрь 21-го. Или там пятая строчка. Видите, да? Раз, два, три, четыре. Пятая строчка. Вот она. Можем написать с первую по третью строчку напечатать. Это команда такая. Он напечатал с первую по третью строчку. Или все строчки напечатать. Это тоже команда такая. Вот. Я даю команду. Интерпретатор командной строки ее интерпретирует. Надо даже отредактировать. Давайте возьмем седьмую строчку и заменим в ней 28 на ку-ку. И посмотрим, что теперь. Видите, вот это? Седьмой строчке мы заменили 28 на ку-ку. Или, допустим, давайте удалим четвертую строчку 4D Вот Или, допустим, возьмем третью строчку И добавим после нее какую-нибудь ерунду Ерунду, ерунду Точка Команда закончена Вот Теперь давайте запишем это все Записали и выйдем Вот интерпретатор командной строки Абсолютно бессмысленный с современной точки зрения Но это такой редактор, который Редактирует тексты Без участия Какой-либо графики Туда строчка, обратная строчка Что еще бывает Так Это я куда-то переключился Ну, хорошо, что у меня тут есть Вот оно И вот оно Да Да, совершенно справедливо На самом деле Не совсем так Потому что Да, тут, значит Маркиз 0 Маркизио, вернее Спрашивает А получается, что в битоновском редакторе Айдл Окно консоли просто используют обычную консоль Это не совсем так Мы сейчас про это поговорим Это точно есть сегодняшняя лекция Но очевидная Очевидная Идентичность Этых инструментов Вы не зря на нее обратили внимание Все Правда Ну что Еще какой-нибудь пример более Человеческого Человеческого инструмента Командной Интерпретатора Командной строки Который интерпретирует Командную строчку Мы не знаем Вот есть утилита LFTP Предназначенная для скачивания файлов Да Вот давайте мы зайдем Куда-то Да Во-первых, давайте скажем Ей help Вот это все ее команды Она умеет вот столько команд Это вам не Linux В котором Сколько Там несколько тысяч Этих команд Это не редактор yet В которых этих команд Штук 10 Да Вот столько команд Ну что Open Ну не знаю Там HTTP Ааа Да Mirror Яндекс Яндекс Ру Ну например Команда ls Показывает список Это вот Напоминаю Что я демонстрирую Интерпретатор командной строки Которая называется LFTP Для скачивания файлов Давайте куда-нибудь перейдем Вот Это мы Вот И вот тут у нас лежат какие-то файлы Давайте скачаем какой-нибудь файл Вот этот например Я воспользуюсь Командой Parallelget Pget Вот она Pget Которая у меня скачает файл В несколько потоков одновременно Так будет быстрее Pget Что там Ну какой-нибудь Образ для Open не было В В Облаке Вот видите Вот эти вот штуки Означают Значит Петончик Третий Третий Вот И то и другое и третье Это интерпретаторы командной строки Просто они Просто они как бы Ну Разно интерпретируют Петон интерпретирует Петон Да Shell интерпретирует команды системе А LFTP например Команды для скачивания Да Свой язык у каждого Вот у Петона язык называется Петон Вот я запустил Петончик Вот И могу им как-то вот Пользоваться Классический Петон Как интерпретатор Работает довольно забавно Например Вы можете Делать Вот так вот А потом стрелкой вверх Выбирать в истории Предыдущую команду Модифицировать ее Вот И потом стрелкой Ну как бы Потом Ентером снова ее вводить Вот Можно даже С помощью поиска Искать в истории Команд Которую вы уже вводили Вашему интерпретатору Ну Пераслал Игри Вот Так работает Классический Петон Что он умеет Мы чуть больше поговорим Вот Но в принципе Интерпретаторов Командной строки Которые умеют в Петон До света Больше одного Там где-то под ковром Запущен настоящий Петон А вот все остальное Вокруг них Намазано Разное Вот Например Маркизио тут Предлагал вот такую штуку Которая называется Айдл Она будет Основным инструментом Разработки В нашем курсе В моем дистрибутиве В Альте Он называется Айдл 3 Потому что Есть еще Айдл 2 От второго Петона Второй Петон Никак не выберет Он уже умер Но еще Как это Еще Существует Я не знаю Как это называется Вечно живой Как дедушка Ленин Вот Обратите внимание На то Что здесь Такие же Подсказки Вот Вот они Да Зато они Красиво раскрашены Вы можете написать Какую-нибудь красивую вещь Она самораскрасится Видите как красиво Да Весело И задорно Не исключено Что именно так Я буду поступать Запускать именно Вот этот интерпретатор Просто для того Чтобы не Не путать вас Вот Обращаем ваше внимание На то Что в действительности Происходит Примерно то же Что происходит Когда я делаю Вот так Запущен питон Давайте даже Посмотрим Что он запущен Сейчас Вот он Запущен питон В качестве приложения К нему запущена Айдл Вот И вот С ним-то мы и работаем Вот Командная строка В Айдл А скорее всего Большинство из вас Не будет Если у вас Особенно не линус Вам не понравится Работать В классической Командной строке Питон Она не красивенькая И Айдл Всегда есть В составе Когда вы ставите Питон Ставится Айдл По крайней мере На винду Там точно Вот Так вот Команда строка Айдл Работает немножко Не так Как работает Команда строка В Классическом Питоне Потому что Для того Чтобы повторить То что вы сделали Вы делаете так Вы Выбираете Выбираете строчку Которую хотите повторить Нажимаете Enter Она повторяется Ну и дальше Вы ее Редактируете Вот Значит Или например Можно вообще Сделать Смотрите Выделить Кусочек Нажать Enter И этот кусочек Вставить Вот так работает Командная строка Которая Айдл И с которым Будем уметь Делать Во большей части Значит В принципе Эти командных строк Может быть Сколько угодно Ну и есть Б Пайтон Например Это такой Раскрашенный Питончик У него есть Какой-то Help PF1 Видите Вот Ну и тут Да Тут Какой-то Встроенный Help Который Видите Он говорит А что вы хотите Написать Принт Вот вам Пример Принта Да Хотите Вон такое Написать Ну не хочу Я такое Написать Залезли В принт Он нам Говорит А какой Синтаксис У принта Ну в общем Как у обычных Вот Да Такой Насильственный Немножко Я такое не люблю Но тем не менее Он есть Вот Еще и раскрашенный У меня тут спрашивают Вот Весь этот графический интерфейс Не я ли сделал на Питоне Нет не я И нет не на Питоне Просто Ну это Дело в том Что в линук системах Современных Да и в старых Тоже Графический сервер Это всего лишь Такая программа Которая умеет Рисовать окна И обрабатывать Ввод А вся Вот этот Декор Всевозможный А он Обеспечивается Графической подсистемой И их Под линуксом Десятки Ну вот Я выбрал Такую Много лет назад Возможно Это не самое Удобное Но я просто привык Уже ей пользоваться Поэтому Да Хорошо Значит Да значит Запомнили Да если мы видим Вот такую картинку Это значит Что я общаюсь с линуксом И это команда Не Питона Это команда Шелла Если мы видим Вот такую картинку Ну или вот такую Да Значит я общаюсь С Питончиком И это команда Питона Не путайте Потому что люди Иногда Иногда Значит Не успевают Переключиться Да там Шелл Питон Питон Шелл Тем более Поначалу Вот Обратите также Внимание на то Как Из Питончика Выйти Значит Можно ему дать Команду Экзит Это команда Которую он понимает С круглыми скобочками Можно ему сказать Ctrl D Ctrl Плюс D Ваз Ну и соответственно Возможно В виндовом варианте Там будет не Ctrl D Ctrl Z Посмотрите Я не уверен Вот Да Значит А Хотел сказать Еще одну вещь Важную Что Спасибо Меня тут начинают Хвалить В эфире Я еще ничего не начал Уже хвалят Значит Что еще хотел сказать В принципе Вот эта вот идея Запустить Интерпретатор Языка Программирования Ввести одну команду Выполнить ее Вывести результат Последнее время Очень популярна Под нее даже Изобрели новый термин Который называется REPL REPL Вот Read Eval Print Loop И до чертова Количество языков Программирования Уже умеют В этот REPL То есть Они запускают Какую-то командную строку Мы туда Бац Какую-то конструкцию На языке программирования Он ее Бац Интерпретирует Пишет результат И дальше По кругу Вот Значит Control-C Ситуация такая Смотрите Значит Control-C Понятное дело Это Свойства Линуксов А вовсе не винды В винде Если Control-C Кто-то отрабатывает Значит его Кто-то сымитировал Вот И Control-C Это не Универсальная кнопка Убить всех Убить программу Это всего лишь Такая договоренность Что вы нажимаете Control-C И программе Посылается Специальный сигнал Мы об этом будем Кстати говорить В нашей разработке Кажется Подлинно Само что не будем Не помню Вот То есть Когда мы запускаем Какую-то программу Которая Не умеет Обрабатывать Этот сигнал Сигнал Сиген Кажется Ну например Вот такую При нажатии Control-C Она получает Этот сигнал И умирает Когда мы запускаем Программу Которая умеет Обрабатывать Этот сигнал Он говорит Слушайте А вы тут Сигнал мне послали Питончик нам говорит Вот Давайте попробуем Завесить Питон Ну вот Он сейчас Выполняет Бесконечный цикл Вот Я нажал На Control-C Он говорит Так Я тут Выполнял Программу Очень важную А ты Сигнал мне послал Ноки Говорит Питон Давай дальше Вот То есть Ответ На вопрос Маркизио Почему Control-C Не отрабатывает Он отрабатывает Просто по-другому Интересно Отрабатывает ли Control-C Вайдли Давайте проверим Отрабатывает Пожалуйста Да Значит Сама программа Не падает Но Добрый Питон Говорит Че-то вы Это я случайно Control-V Сказал И скопипастил Ссылку на нашу лекцию Питон говорит Че-то вы нажали Тут Вот Мне Так что Все отрабатывает Причем отрабатывает Так как надо А не так как не надо Репу Репу Довольно модный термин Я его услышал Буквально в прошлом году Раньше я всегда считал Что это называется Интерпретатор командной строки Вот Он более узкий Чем то что я вам рассказал Это всего лишь Возможность Немножко скомпилировать И немножко Выполнить кусочек Программы На Соответствующем языке Ну вот питон Как язык Который изначально Вот на это ориентирован Он В этом смысле Очень-очень неплох Немножко бла-бла Значит Немножко бла-бла Относительно того Что нам делать С этим интерпретатором Он конечно страшненький В том смысле Что Хочется Посидеть Подумать Там Одну клавишу В минуту Нажимать Вот это все Но поскольку Программирование Именно как область практики Это вещь пальцевая Да Алгоритмическое Так сказать Опроектирование Это вещь головная А программирование Это вещь пальцевая Чем больше Вы будете упражнять Свои пальцы Тем больше Вы примеров Будете На питоне Как бы сказать Проводить эксперименты На питонах Вот Тем опытнее Вы станете Вот Ни в коем случае Не бояться Набрать Какую-нибудь ахинею Да Ничего Ни с кем Не произойдет Вот Просто Ну совсем ничего Видите Никто ничего не взорвется Никакие файлы не удалятся Вот Всем будет хорошо Вот А уж если вы В результате вашего эксперимента Научитесь набирать не ахинею Так это прям Замечательно Вот Такие дела Второе Читать все сообщения То есть Это особенно Правда Касается наших практиков Когда я что-то показываю А люди пытаются воспроизвести И думают Что у них произошло то же самое Ну допустим Я пишу там Не знаю Принт Там Бла-бла-бла Напечатать Вывести точку на экране Люди тоже пишут Принт Бла-бла-бла И думают Что все нормально Ну что Напечатал что-то на экране На самом деле Обязательно читать все сообщения Давайте мы А Вайдле Это будет Немножко более понятно Почему надо было Это все читать Да Вот это Привет Бла-бла-бла А вот это Вот То что Человек с ошибками писал Оно тут красненькое В голову заказываются мысли Что-то прошло не так Мы смотрим И действительно Я писал слово Прнит И питон нам говорит Слушай Не знаю никакого Прнит Что это за Чье имя-то вообще Вот И это очень важный принцип Особенно он важен Когда вы работаете с реплом То бишь С интерфейсом Вида текст-текст Вот Предполагается Что вы читаете Все те сообщения Которые вам выдает Та программа Которая с вами общается текстом Да Ну потому что Она не будет дополнительно Моргать Красными лампочками Там реветь сиреной Дергать вас электрошокером У меня ошибка Ты запустил ошибку Не будет ничего такого Достаточно Что здесь Вам выдалось То что вы хотели А здесь Вам выдалось сообщение В котором написано В чем проблема Специально для вас Написано в чем проблема Понятное дело Что чем длиннее Такое полотно Тем больше надо Упорства Для того чтобы прочесть Но Этого не избежать Все сообщения Всю выдачу Надо читать Пропускать Мимо ушей То что вам непонятно Нельзя Смотри Предыдущее Дао Ничего нельзя Оставлять непонятно Вот Так Ну пользоваться Историей Это понятно Что Если вы хотите Допустим Что-то поменять В длинной конструкции Ну Не знаю А потом Хотите что-то здесь поменять Не надо все перенабирать Заново Берете Восстанавливаете Что было Меняете Вот Пользоваться Историей Это просто Гораздо быстрее Если вы работаете Повторю с реплом Да Про редактор У нас чуть позже Вот Ну и Такой маленький бонус Видите слово Type Help В питоне Есть встроенная Прямо в питон Помощь Мы можем сказать Там Help Отчего От print Да Он нам Очень коротко Расскажет о том Что это за print Такой Понятное дело Что это не учебник Это скорее Такой Очень короткий Справочник Ну или там Help Не знаю While Мы пользовались While Давайте у While Спросим While Вот Ну тут уже чуть-чуть Более Развернуто Описано Что Это такое Тем не менее Это очень Как видите Плотный Компактный Из трех абзацев Справочник Который Разумеется Не научит Воспользоваться Оператором While А просто напомнит Какой он бывает Какой там Синтексис И так далее Штука Это прямо В питон Встроенная Но Никто не мешает Вам сходить На docs python work И читать Все здесь Вот Видимо В следующий раз Хотя у нас Чуть целых полчаса Ну раз Полчаса Тогда можно Можно остановиться Будет здесь Значит Сейчас Давайте посмотрим Это может быть В планах Где-нибудь Должно Нет Ну тогда Давайте Прямо сейчас И скажем Значит Помимо встроенной помощи Есть еще Помощь Которая приезжает С вашим питоном Или который Лежит на сайте В принципе Лучше пользоваться Той помощью Которая приезжает К вашим питонам Потому что она все равно Лежит в HTML Лежит у вас В домашнем В том каталоге Куда вы установили И в общем Она ничем не хуже Помощи сайта Почему? Потому что питон На сайте может обновиться Вы можете Вы можете Ткнуть не в то место И взять Какой-нибудь Вот такой За счет Кусочек Помощи И получится Так Что вы Какой-то синтаксис Там добавился Вы пытаетесь Его использовать А в вашем Тептоне Его нет Поэтому Если вы Пользуетесь Хелпом Сайта Смотрите Чтобы версия Совпадала Ну или просто Откройте Он Точно есть У вас Вместе с питоном Приезжает На самом деле Помощь по питону Хелпом Вот Самое главное Место В Питоне Это тюториал Вот Для тех Кто знает Программирование Я советую Прямо его читать Вот То есть у меня Вот В параллельном курсе Было прям домашнее задание Открывайте тюториал Читайте его Вот Для нас с вами Наверное Тюториал Написанный Все-таки Для программистов Которые знают Там С или С плюс Это все-таки Чуть-чуть Оверкил Вот Но это Такое главное Место Где Объяснением То есть Это такой учебник Для продолжающих Где объяснением Того что происходит В питоне Посвящено Достаточное Количество Текста При этом Как Вот у нас На сайте Тут написано Есть К нему Перевод Он Правда слегка С использованием Гугл Дока В смысле Гугл Тросслейта Был сделан Вот Но потом По нему Хорошенько Прошлись Редакторы То есть Вполне Приличный Перевод Для Такого Нелитературного Вот Ежели у вас Проблемы с английским Читайте Перевод Но я советую Читать все равно Английский Там Английский Очень простой Вот Я в какой-то момент Даже Помнил Что Открыл Тюториал Нашел в нем Нужное место А потом Стал думать А по-английски То где А потом Вспомнил Что я это по-английски Открыл Просто не обратил Внимания Английский Там Или Рус Это не потому Что я такой Великий знаток Английского Просто там Реально Очень простой Тет Вот Но есть Перевод Если что Значит Главное Для нас Чтение Это Тюториал Тобер Учебник Вот Но Еще раз повторяю Там может быть Много Непонятного И Пожалуйста Не пытайтесь Как это Пропускать непонятное Читать только понятное Это Не соответствует Нашему принципу Так делать не надо Лучше все Как бы Потихонечку Но все понимать Вот В действительности В этом Вот Там все есть В документации По Питону Вот эта плашка Поиск В ней можно найти Все что угодно Вот Поэтому Я Реально Рекомендую Каждый раз Когда у вас Какие-то проблемы Туда ходить И смотреть Вот Теперь Да Встроенная помощь Ну чего Давайте немножко В Питончик Поиграем Давайте вот Прямо В этот и поиграем Вот мы сейчас Запустим Заново Давайте Какую будем Запускать Из кнопочки Пуск Тут у нас В чатике Завязалась Дискуссия Немножко Альтернативная Тому что происходит Относительно того Насколько дескриптивны Сообщения об ошибках В тех или иных Информационных системах Компиляторах И так дальше Да Я бы хотел напомнить Участникам дискуссии Что в принципе Сообщение об ошибке Не обязано быть Дескриптивным Оно обязано Содержать Какое-то количество Информации Достаточное Для того Чтобы ошибку Локализовать Вот То есть То на что Жалуется Человек с ником Сокращенец Что Вместо того Чтобы Рассказать Что это за ошибка Вас отсылают К номеру ошибки В документации Если не Хуже Говорят А тут ошибка Ты все равно Ничего не поймешь Иди к системному администратору Да Вот в этом Разница есть Да Когда Одно дело Вас отсылают К документации Другое дело Когда говорят Ты не поймешь Расскажи этот код администратору А вот Насчет того Что Старается Или не старается Что-то объяснить Интерпретатор Не обязан быть Учебником Он обязан вам сообщить Что То что вы сделали Неправильно И почему он считает Это неправильно Такие дела Давайте Запустим Айдл И давайте Немножко Попользуемся Питоном Как калькулятором Значит Ну вы уже понимаете Что любые Арифметические выражения В питоне Вполне себе Допустимы Да Да То есть Вот Такие Сякие Что есть деление И у меня Кстати на сайте Там Битая ссылка На арифметические выражения Я найду И поправлю После сегодняшних лекций Вот Да Есть деление Целочисленное Зачем я скобки поставил Есть В смысле Плавающее Есть деление Целочисленное Да Есть Там Умножение Возведение в степень Да Допустим Вот Что еще Есть побитвы операции Которые Мы сейчас проходить Не будем Вот Ну в общем Вся арифметика доступна Я грешным делом Вообще пользуюсь Питоном Вместо калькулятора Обычно Я запускаю питон Если мне посчитать что-то А мне лень А мне вот это Перемножить Вот такую вот фигню Да Ну Вот Питон не был бы питоном Это отчасти Такой Десятая часть процента Ответа на вопрос Маркизио Чем Отличается принципиально Питон От других языков Питон не был бы питоном Если бы в него не вставили Какую-нибудь полезность Какую-нибудь Такую приятность Зачем я люблю Чтобы можно было Любить питон Совершенно Заслуженно А не По прихоти А именно В питоне Нету понятия Максимально целое число Вот в других языках Программирования Как правило Он есть То число Которое влезает Там в отведенную Ячейку памяти Да Оно есть То число Которое Ну да В питоне Нет понятия Максимально целого числа Или даже Или даже Вот так Че? Добренький адел Сказал Знаете Это очень большое число Хотите на него посмотреть? Ну правда Я не уверен Что нам такое число Нужно Да Когда будете Экспериментировать Не забудьте Что Ой нет Нет Вот именно это Не забудьте Вот Не забудьте Что Если вы попытаетесь Получить Очень-очень-очень Большое число То Кончится Это все плохо Потому что Оно должно Помещаться В память Питон сожрет Во-первых 100% Процессного времени Ну правда Одного ядра Вашего процессора Во-вторых Может сожрать Всю память Вот Калькулятор 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 Да Значит Помимо С вещественными С вещественными числами Соответственно Соответственно Это означает Что мы не можем Вообще говоря Одну треть Хранить в памяти Целиком Мы должны Хранить Какое-то число Вот этих троек После нуля Сколько сможем В действительности Там хранятся Конечно Не тройки Там двоичные Представления Но для нас С вами Сейчас Не суть Важна Поэтому Мой любимый Пример Как вы думаете Чему равно 1.1 1.1 Плюс 2.2 Внезапно Правда Каково Объяснение Объяснение Такое Что Никаких Вещественных чисел Ну по крайней мере Далеко не все Вещественные числа Бесконечно Много Вещественных чисел Мы не можем Хранить в памяти Вообще никак И вместо них Хранятся их Приближенные модели Так работают Все языки Программирования В том числе Питон Вот Значит В данном случае Нам просто Не повезло Число 1.1 И 2.2 Его Приближение Настолько В стандартной форме Настолько неаккуратно Что Ошибка нарастает Становится Видимой Имейте это в виду Когда работаете С вещественными числами Что вот такое происходит От слова Всегда В питоне Есть инструментарий Вычислений С произвольной Наперед Заданной точностью Вот Не уверен Что мы к нему В этом курсе Подойдем Но вот в соседнем курсе Такое есть Барс А вы наверное Чуть-чуть пропустили Один момент Что когда ты Делишь В питоне Вот так То образуется Инт Видите А вот так Флот В третьем питоне Сделали так Вот Смотрите Маркизио Мы будем Разговаривать На эту тему Когда будем Говорить Про Многоместные Операции Сравнений Такой разговор Точно будет Но не сейчас Хорошо Вот Значит Окей Ну что еще Ну есть еще Между прочим Вещи Эти самые Комплексные числа Кто из вас вообще Видел Когда в жизни Комплексные числа Наверняка такие есть Потому что есть люди Которые математику учили Вот В питоне Они прям встроенные Прям из коробки Типа пишешь Один плюс Два ж Это такое комплексное число Умножить на Два плюс один ж А если минус один То там То есть вот так Извините Я хотел сказать Вот так И даже не так А вот так Хотел сказать Да Вот А если сделать тут минус То будет еще интереснее Нет Не будет Вот В действительности Вот Вам то не надо Говорить Товарищ сокращенец Что на самом деле Это ошибка Не в пятнадцатом Знаке после запятой А В каком там В тридцатом Что ли Или В двадцать восьмом Двоичном Знаке после запятой Но это уже не важно Да Мы друг друга понимаем Вот Значит Ну и там Не знаю Да Ну и наконец Чтобы было понятно Что такое комплексное число Это когда У вас Корень из Отрицательного числа Ну вот Значит Комплексное число Если вы хотите Пользоваться какой-то Примитивной Но такой Условно говоря Школьной математикой Там всякие синусы Косинусы Для этого нужно подключить Математическую библиотеку Это делается так From Маст И вам сразу Становится доступно Обратите внимание На функцию Дир Которая говорит А покажи мне Все доступные Имена Вот Давайте я покажу Изначально Как это выглядит Изначальная функция Дир Нам говорит Что Ничего нету Кроме Каких-то Непонятных Аннотейшн Сбултын С всякой ерунды Это Никого не интересует Они начинаются На два подчеркания Это внутренность пито А вот Когда мы говорим From Маст Импорт Синус Какой-нибудь У нас Внезапно Среди имен Появляется Синус Им можно пользоваться Мы говорим Синус От Ну не знаю Там 3.14 Близкий к нулю 15 92.6 Вот 14.15 Я сказал 15 Вот Непонятно Почему здесь меньше Ну короче Вот Значит Да А предыдущая команда Которая тут показалась Быстро-быстро Закрыл Выглядела так Она выглядела From Math Импот Звездочка Значит Из математической библиотеки Пожалуйста Проимпортирую вообще Все что там есть Там прилично есть Надо сказать Там есть всякие Интересные штуки Вот Там есть Моя любимая функция Например Она называется Она называется АТАН-2 Вот Наверное У нас Нет сейчас Необходимости Про нее говорить Но для тех Но для тех Из вас Кто Пришел сюда Зная математику Ну и по крайней мере Школьную Хорошо Вот Где-то у меня Была статья Про АТАН-2 Я даже может быть Ее найду Вот А по-русски Есть По-русски Ее нету Вот она По-английски В общем Полезная функция Для того Чтобы вычислять Арктангенс Правильного диапазона Подключение Математических функций Вот они Ну и тут Начинаются Синусы Косинусы Не знаю Факториалы Вот там Не знаю Шести Лишний раз Убеждаемся Что Факториалы Растет быстро Но питон Все терпит Да Вот Значит Ну и так дальше Не будем сейчас Разглядывать это Внимательнее Да Мы понимаем Что Вот какие-то Математические функции Единственное Что я бы сказал Что Как любой Как любая документация По модулям Ищется она здесь Идем в раздел Модули Давайте все-таки Мы выберем английский язык В раздел Модули Находим модуль На нужную букву Маст И вот вам вся документация Как на ладони Значит Все написано Что эти функции делают От начала до конца Напоминаю правила Сначала читать документацию Читать учебник Пытаться разобраться И потом только тупить Если вы понимаете Что вот все Настало время тупить Вот Но тупить не молча А задавая вопросы Разумеется Вот И это что касается Математики Математических функций Собственно Про программирование Опять-таки Кому Сейчас Будет скучно Скучайте Но я должен рассчитывать На людей Которые Все это видели Только на уроках Информатики Из-за угла Вот Поэтому давайте Я вам напомню Существует Два класса Инструментов Два Больших класса Инструментов Которые Которые Вроде как Работают С текстами Одни Называются Текстовые Редакторы А другие Называются Текстовые Процессоры Текстовые Процессоры Это в действительности Инструмент Который Представляет Вам Тот материал С которым Вы работаете В виде Более или менее Чего-то Похожего На текст Но То с чем Он работает Это далеко Не только Текст А такой Мощный Текстовый Документ Содержащий Очень-очень Много Всяких Штук Типичный Пример Это Док Ну или Там Какой-нибудь Там Не знаю ОДТ Если мы Берем Какой-нибудь Док.x Файл Есть у нас Док.x Файл Нет у нас Док.x Файл Давайте посмотрим Должен быть Ну вот Что угодно Вот Док.x Какой-нибудь Этот файл Можно открыть Текстовым Процессором Да Оформление Реферата Страшный Ужас Вот Этот файл Можно открыть Текстовым Процессором Вот он И он вам Будет показывать Вот какую-то Вот такую Вот какую-то Вот такую Да Штуку Вот Давайте я уберу Вот это Я люблю Вот эту кнопочку В текстовом Процессором Но в Действительности В действительности Вот этот Документ Он ни разу Не текстовый Он Вы будете смеяться Zip.archiv В действительности Вот этот документ Он Сейчас давайте Даже Это Работает с Такого рода Документами Которые Действительности Не являются Текстовым А вот Текстовый Редактор Работает С файлами Внутри Которых Лежит Именно Текст Ну давайте Ну давайте Я вас попугаю Я покажу Что лежит Внутри Вот этого Zip.archiv Если его Пытаться Открыть Текстовым Редактором О Вот так В действительности Выглядит Тот документ Который Мы сейчас Смотрели Это Байтики Какие Совершенно Непонятные Вот Текстовый Файл Обычный Выглядит По-другому Вот наш Файл О С календарем Он выглядит Вот так Ну давайте Его Айдлом Откроем Да Вот В нем Ровно Столько Байтиков 196 Байтиков Сколько В нем Значит Ну на самом деле Не букв Потому что Буквы русские Они многобайтные Но в общем Сколько в нем Каждая букв Здесь по два байтика Занимает русская А латинская По одного Вот Значит Текстовый Редактор Это штука Которая работает С текстом Текстовый процессор Штука Которая работает С документом Важна Нам Следующая штука Что Когда мы Устаем Писать Программу На питоне В интерпретаторе Ну скажем Print И Print Там Вот И хотим Ее запустить Как бы заново Нам надо Снова Вот так И снова Вот так Да Мы можем Сложить Все команды Нашего интерпретатора Командной строки В один файл Назвать этот файл Сценарием Для нашего интерпретатора И сказать Интерпретатор Выполняй сценарий Давайте это сделаем Значит Назовем файл Там Не знаю Prog.p Вот Впишем туда Print P И Print Не знаю Там Село Вот Сохраним Его Как Как Какой-нибудь Файл Файл Save Где там Save Вот Посмотрим Что это Действительно Так Prog.py Вот он И давайте Теперь его Выполним Значит Вот эту вещь Мы пока что Будем делать Очень редко Запускать Явно Python Со словами Python Выполни нам Скрипт Но В действительности Мы должны Иметь в виду Что всегда Происходит Именно так Понимаете Да Мы запускаем Python Говорим Дорогой Python Выполни вот этот Сценарий Python берет Файл В котором Лежат Две команды Для Python И выполняет Эти команды Сначала Первую Потом Вторую Вот При этом Если мы В чем-то Ошибемся Давайте Еще раз Его отредактируем Напишем Наш Любимый Прник Вот Если мы В чем-то Ошибемся Работа Программы Прервется Причем Прервется На первом Шаге Смотрите Мы Давайте Даже Не так Сделаем Давайте Еще Сделаем Вот так Обратите Внимание Мы Сейчас Мы Это Дело Запустим Python 3 Выполнил У меня Программу Он Выполнит Первую Команду Давайте Посмотрим Еще раз Он Он Выполнит Первую Команду Принт Тут Все Хорошо А вот Со второй Будут Проблемы Он Скажет Во второй Строке Помните Я говорил Обязательно Читайте Диагностику Во второй Строке Программы Прог Пы Лежащие Вот в этом Месте Произошла Ошибка Потому что Вы написали Принт А я не знаю Что такое Принт Обратите Внимание На то Что Третью Строку Он Даже Не Выполнил Он Вывалился Вот здесь Также Обратите Внимание На то Что Первую Строку Он Выполнил Потому что Он Ее Прочел Там Все Было Хорошо Все Хран В результате Получается Следующая Картина Программирование Как Рабочий Процесс Это Редактирование И Последующий Запуск Опять Какая-то Ошибка Принт Редактирование Как там Save Control S И Последующий Запуск И так По кругу Опять-таки Я надеюсь Ни у кого Не создалась Иллюзия Что я Ответил На вопрос Что такое Программирование Но тем не менее Цикл Редактирования И отладка Это Такой Типичный Будний Программист Вот Для того Чтобы Минимизировать Количество Действий В этих Типичных Будних Программиста Как правило Те Самые Текстовые Редакторы Например Idol Которые Предназначены Для Редактирования Программных Продуктов В них Есть Специальная Кнопочка А запусти Это в Питоне Вот Мы сейчас Несколько раз Это делали Так Что мы Редактировали Выходили Запускали Питон В действительности Есть кнопочка Run В Iled Кнопочка F5 Вот Вам Пожалуйста Получается Гораздо Быстрее F5 Он говорит Надо сохранить Он сохранил Шмяк Об Ламинго Мы говорим Поправить Здесь F5 Он говорит Сохранить Сохранили Шмяк Запустил Да Значит Когда вы Работаете С какими-то Текстовыми Редакторами Которые Предназначены Для Программирования Почти наверняка Даже если Они самые Примитивные В них есть Кнопочка Все запустить В случае Питона Это вот Означает Ровно То Что мы С вами Делали Только что Руками Да Отредактировать Сохранить Запустить Отредактировать Допустим Закомментируем Эту строчку Попытаемся Запустить Он говорит Сначала Сохранить Must be Safe Сохранили Запустили Он даже Видите Специально Пишет Какой Именно Файл Был Запущен Вот Это Что касаемо Цикла Редактирования Отладки С поддержкой Со стороны Редактора Дальше Больше Бывают Сложные Среды Программирования На питоне На питоне Ну и На других Языках Программирования Которые Обмазаны Всевозможными Инструментами Для Профессиональных Разработчиков Ну какой Винг Иде Жмак 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 Нужен Хотя Как видите Он Вполне Себе Вполне Себе Ну и Где Я не Вижу Процесс Отладки Завершен А где Принт Ой Ёлки Пал Оболочка Сообщение Командос Нет Прослушать Да Блин Во Понимаете Да Значит Чем сложнее Вот эта Сигня Тем сложнее В ней Разобраться Почему Она не делает То что От нее Хочу А почему Она не делает То что Я хочу А где У меня Вывод Вывод Где Вот Это при том Что это Одна из Лучших Оболочек Винге Да А это Вообще Питон А Это Небось Пора Должить Отладку А я Хочу Ну короче Ладно Даже Не буду Пытаться Понимаете Да Значит Поэтому Моя Рекомендация На первых Порах Когда мы С вами Изучаем Вот Азы Придерживаться Как можно Более Минималистичных Инструментов Вот Айдл В этом Смысле Идеален Он Уже Может Вы можете Уже Запустить Все Нажать Кнопку F5 Но он Все еще Просто Редактор И просто Командная Страка Чтобы Было Понятно Что Далеко Не все Так просто В этом Вашем Программистском Мире Давайте Какую Нибудь Программу Носи Я вам Покажу И что С ней Делаю Да Там Ну Не знаю Окей Просто Pro G Точка Си Да Давайте Здесь Напишем Print Кего Print Ф Точка World Еще Black Slash Вот Значит Почему Я тут Ну вот Давайте Я его покажу Значит Зачем нам Программы Носи Я привожу Пример Компилируемых Языков Программирования Python У нас Был Интерпретатором Вы запускаете Python И начинаете Интерпретировать Вы Складываете Команды Python В Программу В Скрипт Говорите Python Выполнит Скрипт Он Выполняет Для Программ Носи Алгоритм Другой Там Вместо Двух Стадий Редактирования Запуск Есть Три Стадии Редактирования Потом Компиляция Cc Proc.c Вот Давайте Мы посмотрим Сколько Я ошибок Сделал Ни Одной В результате Этой Команды Образуется Файл Под названием A.out Ох Какой Бредятин Давайте Мы Давайте Вот так Сделаем Вот тут Ничего Нет Ни Одного Файла Теперь Мы Сюда Скопируем Точка C Вот В это Место Вот Он Теперь Мы Скомпилируем Вот Он Образуется Файл A.out И Это Программа Которая Уже Пишет Hello World Да Мы Не Можем Выполнить Файл Proc.c Proc.c Это исходник А A.out Это бинарник Давайте спросим У У команды Файл Команды Файл Говорит Что A.out Это Бинарник Вот такой Структуры Которую Можно запустить А Proc.c Это Извините Просто Текст C Source Текст На языке Программирования C Соответственно Цикл Редактирования Отладки Превращается Цикл Редактирования Компиляции Отладки Редактирования Компиляции Отладки Иногда Это Удобнее Потому Что Мы Можем Допустить Вы Можем Допустить Какую Ни Ошибку Давайте Мой Любимый Принит Да Вот Мне Тут Правда Редактор Говорит Знаешь У тебя Тут Ошибка Нет Такого Принита Ну Ладно Пригнорируем Сделаем Вид Что Мы Не Видели Этого Предупреждения Вот При попытке Скомпилировать Еще До Всякого Запуска Компилятор Который Делает Из Который Делает Из Файла Программу Говорит Я не могу Сделать Программу Потому Что Вы Вы Вызвали Функцию Принит А ее Нет Вот То То есть Получается Так Что На Компилируемых Языках Программирования Много Ошибок Которые Мы Запускаем Таких Вот Обнаруживаются До Момента Эксплуатации Программы Это То О чем Говорил Человек С ником Сокращенец Вот Только Что Что Если Вы Написали Программу На Питоне И У вас Ошибка В 1500 Строчке В 1500 Строчке То Вполне Возможно Что Вплоть До Этой 100 500 Строчки Программа Будет Выполняться А когда Дойдет До нее Упадет Скажем Послезавтра Если У вас Синтаксическая Ну В смысле Такая Вот Ошибка Если У вас Ошибка Нелогическая А с точки Зрения Языка Программирования В программе На Си Скорее Всего Вам Отловят Компилятор А если Уж Там На Джава То Очень Свободы Ну Значит Будем Ею Пользоваться Что Ж Поделать Вот Итак Интерпретируемые Языки Программирования Это Редактирование Запуск Компилируемые Языки Программирования Это Редактирование Компиляция Запуск Все Значит Последние Буквально Несколько Минут Ответ На вопрос Что же Такое Программирование Как я уже Сказал Я не буду Этого Делать Это Искусство Такое Но В нашем Случае Мы должны Понимать Что Вот Просто Набивание Каких-то Командочек Куда-то Это Небольшая Часть Того Что мы Имеем Ввиду Под Процессом Программирования Первое Даже Нулевое Нужна Постановка Задачи Вы должны Понимать Какую Задачу Вы решили Второе Очень Важный Момент Эту Задачу Нужно Формализовать Потому Что Я хочу Чтобы Было Зеленое Иногда Эта Постановка Задачи Выглядит Именно Так Понимаете Вот Приходит Заканчив Говорит Я хочу Было Зеленое Ну Вот Как В том Мемчике Про Как Это Четыре Параллельных Волнистых Линии Одна из Которых Пересекает Другую Да Вот Значит Ну Что-то Такое Я не Помню Да Вот Разноцветных Зеленых Значит После постановки Задачи Вы должны Формализовать Таким образом Чтобы ее Можно было Решить Неформализованная Задача Не решается Вы можете Писать Решение Несуществующей Задачи Неудивительно Будет Потом Если Это Решение Не сработает Ну Потому Что Вы Не знаете К чему Вот Понимаете Как Товарищ Сокращенец Вы Нулевой Пункт С последним Здесь Отсутствующим Сомкнули А все Что между Ним Вот Значит Дальше Когда Вы формализовали Задачу Вы Вообще Говоря Должны Понять Как Это Будет Реализовано Как Будет Смоделировано Те понятия Которые Вам Притащил Заказчик Что Такое Зеленый В данном Случа И Что Такое Не знаю Что Вас Отвечает За Бумагу И Подобрать Подходящие Структуры Данных Вот И Вот Только После Этого Сформировать Алгоритм В голове Перебрать Куда-то Этот Зеленый Записать Вот Это Число Дальше Вы Формализуете Алгоритм То есть Собственно Пишите Программу А Это И Есть Редактирование Запуск Редактирование Запуск Редактирование Не Лишнее Сказать Будет И На Этому Мы Закончим Только Про Домашку Сейчас Расскажу Вот Не Лишнее Сказать Будет Что С Любого Из Этих Пунктов Можно В любой Момент Почувствовав Нектою Неудачу Свалиться На Начало И Снова Пытаться Доформализовать Постановку Задачи Пересмотреть Свою Модель Увидеться Что Алгоритм Который Вы Придумали Неверный Поменять Алгоритм И так Далее Значит Программирование В этом Смысле Это Такая Попытка Добраться До Конца Вот В этом Бесконечном Бесконечном Поиске Вот Значит Будьте К этому Готовы Собственно Ради Чего Это Все Домашнее Задание Пока Что Оно Непроверяемое Со Следующего Раза Домашние Задания Будут Проверяемые Правда Проверять Будет Робот Вот Я надеюсь Что так Будет Значит Домашнее Задание Первое У вас Должен Быть На домашней Машине Питон Не Надейтесь На Питон В броузере Питон В телефоне Еще Где-то У вас Должен быть Питон В таком Месте Где вам Удобно Программировать Вас Ничто Не должно Отвлекать У вас Должен Запускаться Айдл Вот это Все Да Когда Вы Этого Добьетесь Вот Тут На всякий Ссылка На ролик Как установить Питон На Windows Я не думаю Что кому-то Это доставляет Проблемы Но мало Ли что Вот Когда Вы Тут Добьетесь Убедитесь Что Питон Вообще Запускается Что у меня Есть командная Строка В которую Можно Что-то Повбивать Примерно Так же Как я Это Делал На Питоне И запустите Ее Из Текстов Редактора Скорее Все У вас Будет Айдл Вот из Него И пишите Нажатие В 5 Все Вот Это Вот Ну И Последнее Попробуйте Запустить Команду Вот так Как я Это Делал Из Командной Строки Вот Пока Что Это Нам Не Нужно И Некое Время Не Будет Нужно Но Как Только Мы Будем Говорить О Каких Допустим Тестах То есть Когда У вас На Ввод Подаются Какие-то Стандартные Последовательности Их надо Хранить В файле Сразу Начнется Упражнение Поэтому Вот Давайте Мы Попробуем Вот это Сделать Все Значит Тут У нас Старожилы Между Собою Разговаривают Между тем Заполняют Эфир Вот Большая Просьба Дорогим Старожилам В следующий Раз Быть Немножко Менее Многословными Пускай люди Которые Сдают Вопрос По существу Сдают Вопрос По существу Вот Значит Я пропустил Некоторое Количество Вопросов Относительно Таких Вот Вещей Не Связанных Напрямую С Нашим Курсом Отвечу Пожалуй На вопрос Человека С ником Барс Вопрос Звучит Так Если Я написал Программу Использую Библиотеку А на другой Машине Где Ее Нет Этой Библиотеке Программу Открою Библиотеку Подтянет Сама Программа Или Ругаться Будет Значит Нет Если Вы написали Программу Таким образом Что Ей нужна Какая-то Библиотека А ее Нету Никто В интернете Или Даже В какие-то Потаенные Места За этой Библиотекой Сам Ходить Не Будет То есть Программа Сама Не Подтянет Она Не Сделает То Что Вы Не Написали Ну То есть Нет Если Вы написали Программу Так Что Она Подтягивает Библиотеку То Она Подтянет Но Нет Вот Это Пожалуй Один Из Главных Таких Недостатков Почему На питоне Не Пишут Вообще Все Что Из питона Надо Суметь Сформировать Полноценный Дистрибутив Вот В принципе У нас Будет Про это Разговор Но Правда Не В этом Курсе Это Не Так Сложно Как Кажется Это Делается Вот Во Там же Где Есть Питон Вот И Поэтому Тот же Маст Например Точно Вы Будете Абсолютно Уверены Что он Есть Везде Где Есть Питон Вот Но Дальнейшая Процедура Установки Такого Рода Программы Это Уже Такой Деплоймент Без Которого Оно Не Заработает Вот Могу Сказать Как Сказать В оправдании Этой Сложной Схемы Что Последние Лет Наверное 40 Ты их скачал И запустил Их надо Там Устанавливать Они Обмазаны Какими-то Установками Еще Чем Есть Исключения Под это Дело В том числе Исключения Подлин Например Довольно Удобные Но Это Именно Исключение Это Надо Специально Призвести Некоторое Количество Действий Чтобы Соберить Универсальную Программу Вот Такие Дела Все Давайте Тогда Мы Мы На этом Закончим Вот В Программирование Обратите Внимание Что Я Предполагаю Что К следующему Разу Вы Все Пощупали Сумели Запустить Python И Сумели Написать Программу Из Двух Строк Вот Такую Сейчас Скажу Вот Такую Вот Вот Такую Которая У вас Запустилась И Заработала Вот Так Все Я Вижу Я уже Выжил Больше Времени Чем Надо Всем Спасибо До Свидания До Следующей Пятницы